В Беларуси с 15 февраля вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Также в тестовом режиме запускается единая автоматизированная информационная система. В это время документы будут выдавать бесплатно. Планируется, что к 1 апреля программа заработает по всей стране. Национальный аэропорт Минск перестроят под город-аэропорт. Архитектурную концепцию разработал институт «Белгоспроект» в планах строительства новых пассажирских и железнодорожных терминалов, школы авиации и других объектов. К Международному дню родного языка в Могилеве пройдет этнонеделя «Мода на мову». Мероприятие состоится с 15 по 21 февраля и будет включать разнообразные марафоны, игры, книжные челленджи и тесты. 16 числа откроет творческий интернет-конкурс «Мои песниры», где произведения Янки Купалы и Якуба Колоса будут читать на белорусском, русском и казахском. Госавтоинспекция Бобруйска провела профилактическое мероприятие «Фильтр». За время рейда на ряды ДПС выявили одного нетрезвого водителя, двух бесправников и семь автомобилистов, у которых отсутствовал допуск к участию в дорожном движении. Плюс были другие нарушения. ГАИ призывает к неукоснительному соблюдению ПДД. Накануне вечером в Бобруйском районе произошел пожар. В поселке Ленино горела баня. В результате ЧП повреждена кровля и стены строения. Спасены рядом стоящие постройки. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Субтитры создавал DimaTorzok